Ситуация по бешенству в нашем регионе напряженная. Только в августе зарегистрировано 7 случаев заболевания, причем в разных районах области. Во всех фактах переносчики болезни – дикие животные. Что касается нашего муниципального образования Меликесского района, то у нас два человека, которые пострадали от диких плотоядных животных. Это уже, как ранее оповещалось, строитель в СУЗ-городе, которого укусило леса, и жительница Меликесского района в селе Боровка. Началась грибная пора, и грибники не застрахованы от опасной встречи. Но многие говорят, что пока Бог миловал. Юрий ходит не только по грибы. Часто рыбачит в районе села Приморской. И частенько встречал рыжую плутовку. В сторону Васильки, за лебячей. Видели лист? Да, много. Много, ну сколько? Ну сколько, ну вот каждый день по две, по три. А скажите, знаете, как себя вести, если встречаете хищника, именно лисицу? Я с ними вообще не общаюсь. Не общаться и не трогать. То есть, простые правила помогут сохранить здоровье и спасти жизнь. Ни в коем случае не подходить к данному животному. Независимо от того, тянется оно к вам, играется. Ни в коем случае не брать его на руки. Если же все-таки вы получили травму от данного животного, укус или ослюнение, там, конечности. Ни в коем случае не пытаться отсосать кровь ртом. Просто промыть рану мыльным раствором и немедленно обратиться к медикам. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.